Девушки отдыхают Этого черного копателя полицейские поймали за руку, когда он только начинал поисковые работы и еще не успел найти ничего ценного. Мужчина оправдывался, якобы приехал сюда, в деревню Рождествено, в первый раз. Археологи уверены, мужчина прекрасно знал, куда ехать. Именно на этом поле в октябре 1812 года состоялось важнейшее Тарутинское сражение с французами. Здесь была одержана первая победа русских войск в той войне. Гражданин объясняет, что он проводил здесь поиск неархеологических предметов, однако все внешние признаки налицо. Металлоискатель, есть лопата, самое важное. У нас федеральным законодательством запрещено проводить какой бы то ни был археологический поиск без наличия разрешительных документов. Вести раскопки можно только при наличии вот такого открытого листа. Документы выдает Министерство культуры. У этого копателя разрешения, разумеется, не оказалось. Ученые говорят, что черные археологи наносят огромный вред науке, поскольку по артефактам можно восстановить полную картину боя. Они не понимают суть, что за предметы, в каком они контексте залегают. Они, естественно, бросаются на то, что ярко блестит. Ну, как сороки, да, вот они тащат то, что им кажется более ценным. При этом они уничтожают ту очень важную историческую информацию, которая доступна только профессионалу-археологу. Сотрудники Государственного исторического музея работают в этом районе с 2009 года. Среди находок пули, осколки гранат, пуговицы с номерами штыки, обломки оружия. Один из самых редких артефактов – вот этот мундштук от подзорной трубы. Догадаться сразу сложно. Нет, не догадались. Не догадался, да. Вот это накладка на патронную сумку 3-го егерского полка польской армии. Это достаточно редко. После копателей найти что-то ценное практически невозможно. Они работают грубо и уничтожают целые слои истории. Находки обычно попадают в частные коллекции или всплывают на чёрном рынке. Пулька стоит порядка 500 рублей, а какие-то редкие накладки на обмундирование или на кивер – до 200 тысяч и выше. За этим и гоняются, да? За этим и гоняются, безусловно. Пойманного нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей. Но более серьёзное наказание – конфискация оборудования, которое стоит свыше 30 тысяч рублей. На ваш взгляд этого достаточно? Нет, конечно, недостаточно. Люди с целью наживы какой-то своей личной, они грубо вторгаются в историю и всё это нарушается. Впрочем, эти потери копатели могут компенсировать достаточно быстро. Возможно, поэтому нелегалов становится всё больше. Археологи выяснили – за последние 5 лет в России купили примерно миллион металлодетекторов. Эдуард Понников, Павел Глазунов, Олег Ермаков. Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова